Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна. И, к сожалению, прошлая серия у меня получилась... Ну, вероятно, из полезного там было две вещи, но в основном эту серию можно было уложить в несколько минут. И я там ещё сделал неправильно, поэтому мы сейчас запускаем не сохранение 38, которое я сделал в конце предыдущей серии, а всё-таки сохранение 36, которое я сделал сразу же после того, как мы разобрались с этой мышкой. От мышки я уже более-менее отошёл, слава богу, но возвращаемся сюда, к этому автомату. К сожалению, у меня тут... О, заиграла музыка, мне стало намного легче говорить всё-таки. Без фоновых звуков вообще говорить сложно. Соберу всё-таки эти диски, пускай они будут. Но... Полезно читать комментарии, и не буду отговариваться, не буду вам врать. Сейчас мы будем делать две вещи, и я знаю, для чего мы их делаем, и знаю, как их делать. К сожалению, так. Невозможно хоть как-то читать что-то, что происходит, и не понимать. Вернее, не знать, что тебе все советуют везде, где можно. На всем очень обидно, что я такой идиот. В общем, я пытался нажимать на этот рычаг, когда автомат стоял просто где-то слева. Ай, ну не хотел я тебя... Не хотел я тебя дёргать. Ну ладно, хотя бы сейчас на рычаг нажму в этом положении. И здесь на рычаг нажимать бесполезно, он просто дёргается. А вот здесь вот, пока он стоит в этом месте с плюсом и минусом, соответственно, к нему, наверное, подведён ток. Хотя, убей бог, не понимая, в какие места контактов тут нету. Рычаг должен сработать. И показать нам что-то, скорее всего, даже на этом куске сыра. Сейчас проверю. Да. Эээ. Эээ. А зачем? Сейчас я придвинусь к монитору поближе, посмотрю, что это такое. Ээээ. Ааа. Дождите-ка. Мне кажется, что это какое-то то существо, которое... Ну, когда мы монстра уничтожали в самом конце игры, к этому существу отлетела часть этого существа, и оно его съело. А может быть и нет. Я сейчас попробую сфотографировать эту штуку на всякий случай, пускай у меня это будет. Кстати, вот этот вот кружочек, он похож на кружочек в каком-то персонаже, который появится в таблице, которую мы будем решать после этого. Ааа. Блин, оно вообще перевернуто, точно. Я думал, что вот это ноги, а в виде... А, вот это голова, оно перевернуто именно. Я сейчас даже сфотографирую на телефон и посмотрю в нормальном виде. Перерисовывать прямо это прямо так я не буду, все-таки сфотографирую. И не буду издеваться. Хотя понять, на какой бок это перевернуто, не ясно. Все-таки, может быть, и не на тот. Можно было бы сделать это и фотографией экрана, но мне несколько страшно. Потому что когда я вызываю ножницы в Windows 7, они как-то странно себя ведут. Сейчас я переверну, я опишу вам, что происходит. Блин, да где тут редактирование фотографии? Ааа, ладно, ладно, ладно. О! Нет, все-таки, наверное, стоит просто врезать потом при монтаже эту фотографию в перевернутом виде и показать вам. Но тут именно этот персонаж с дыркой в голове показывает нам большой палец. Типа, все здорово, наверное, мы что-то сделали правильно. Та часть, которую я принял сначала за ноги, что он так наклонен в бок, это на самом деле его рука, показывающая большой палец. Не знаю, к чему это, но пойдем теперь решать вторую задачку. Вторую задачку я буду решать очень извращенными методами. Не знаю, понравится вам это или нет, но получила некоторые претензии по поводу того, что задачка с мышкой была решена ну, таким, конечно, довольно эксцентричным способом, методом врезания всех моих попыток. Но что я не сделал это напрямую. И сейчас я попробую сделать это хитрым, конечно, методом, но вместе с вами. У вас будет жуткая возможность понаблюдать, как я рисую. Так, сейчас сую обратно, сохраняю на этом месте снова. Кстати, может быть, все-таки стоит этот... ...проигрыватель все-таки теперь отправить в трубу? Но пока не буду. Пускай он все-таки стоит еще с возможностью, скажем так, использовать его далее. Историю мы, естественно, не смотрим. Сохраняемся. Сохраняемся, наверное, чтобы не терять моменты. 36 у меня было, это сохранение в 37. Прочитать, продолжить. И сейчас будет страшное. Как вам сказать, я знаю, зачем мы это будем делать, к сожалению. Но я бы до этого и так догадался. Это куда более просто догадываться. И чтобы сделать эту разгадку, я вызываю заранее сделанный и несколько уменьшенный рисунок. Я его буду вызывать постоянно. Сейчас я его оттяну так, что он во мне будет несколько виден. Но мне он виден целиком, просто чтобы мне каждый раз из трея его не вызывать. Сейчас буду запоминать и рисовать одновременно. Так. Деревья, ягодки. Череп. Король. Я как-то к этому всему даю имена. О, король, король. Кстати, интересно. Подождите-ка. А нет, все-таки это за короля не считается. Сейчас хочу найти такую же. Может быть эти короли еще по-разному выглядят, но все-таки они есть. Так. Я уже 4 короля нашел. Что я хочу... А, вот здесь вот и вот здесь вот. Вот здесь вот и вот здесь вот. Очень без разницы. Давайте зарисовывать. По-моему, в той машине, которая двигает нашего Мишку, задействованы вот этот король. Задействован... Да я не помню, задействован череп или задействована... Вот это машина, к сожалению. Но я зарисую и то, и то просто. Я хотел для того, что нам нужно использовать цветные цвета, а для того, что не нужно использовать обычные. Но тем не менее, сейчас мы будем наблюдать. Буду нарисовывать черным то, что точно не нужно. Ну и вот такими вот странными методами я буду все это делать. Так. Ягодки. Короче, вот здесь вот король-король. Король-король у меня будет красный. Надо было пошире выбрать. То, чем я рисую. Но пускай будет так. Вот интересно, я потом сам сумею догадаться, что я имел в виду или нет. Вот этот вот... Как он называется? Брансбойт с короной. Это вообще нечто неясное. С одной стороны, это напоминает бронсбойт с другой какого-то просто мужика. Вот у меня это напоминает мужика с короной, но это явно не то. Видимо, рассчитано на то, что ошибешься. Здесь корона, здесь корона. Так, это ктулху. Это ктулху, это ягодки. Это ягодки, ягодки. Я, пожалуй, зарисую вот так вот. Потом можно будет даже попробовать поугадывать, помня, что где находится. Да, это были ягодки, а у меня это грибок получается. Ну, вот здесь вот тоже это. Где у меня ктулху был? Как он у меня будет выглядеть? Нет, это не ктулху, вот король. Король 4-3. 4-3, вот здесь вот еще один король. Блин, короля мне надо рисовать красным. Главное не перепутать все это. Я думаю, принцип действия вы уже поняли. И давайте сделаем так. Я это все-таки дозвучу почти до конца. О, можно еще такой ротик дорисовать. Но я думаю, я задолбаюсь его дорисовывать. Поэтому, наверное, дальше не буду. А вы можете промотать вперед. Хотя, наверное, я сейчас даже... Все-таки не буду этим заниматься дуростью. Как череп рисуется, а? Блин, вот череп это самое сложное. Вот кто это? Кто это у меня вышел? Ой, это вообще какой-то кусок меха с зубами. Но он, по-моему, тоже не используется. Так, череп у меня был здесь. А кусок меха с зубами, соответственно, вот здесь вот. Как он у меня выйдет? Это кусок меха с зубами и одновременно попа овцы. Блин, я, кстати, рисую-то там, где вы не видите, черт, вот. Надо помещать все-таки то, где я рисую. На то место, где вы видите. Но это неудобно. Но сейчас попробую. Так, бронзбойт и череп. Бронзбойт снова. Но это у меня не бронзбойт. Это у меня алкоголик с таким носом. Коронованный алкоголик получается. А здесь череп. Вот череп у меня точно никогда одинаковым не выйдет. Хотя нет, слышите. Просто рука набивается. Все как... Я прямо угадываю, что где. Так, здесь король. Здесь король. Блин, короля надо рисовать красным, чтобы было потом удобно. Правда, я ничего другого не рисую. Но хотя бы короля пускай красным я нарисую. И то будет легче. Так, у короля получилось квадратное. Корона нет, все-таки. Все-таки король должен быть более таким. Еще раз сохранить. Ааа, подождите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Король. Ну да, король вот здесь. Мех, череп. А, ну да, вот эти. Сколько? Что-то мне не получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, восемь. Ну ладно. Алкоголик, череп, король, мех, череп. А, ну да, вот эти два. Это, соответственно, мех. И, наконец-то, наш Вилли Баранкин. По-моему, это он. Совсем исчез. Так, Вилли. Новый персонаж, которого я еще не рисовал. Пускай у нас Вилли будет синим. Он такой с ушами. Да? Нет, неправильно. Хорошо. Огурец. Огурец с кружочком. И два уха. Ну чем не главный персонаж истории, а? А здесь, по-моему, был мех. Да, мех у меня уже нарисован. Я могу брать с него пример. Нет, у меха были острые ножки. Ладно, ну это и это невозможно перепутать. О, два Ктулху. Ктулху, по-моему, будет вообще невозможно нарисовать. Но, по-моему, он нам и не нужен. Или это не Ктулху? По-моему, это какой-то просто грустный король. Типа, вот это король, а вот это другой грустный король. Схематическое изображение. Два глаза. Пока он похож на дерево. Главное усы. Ой, ладно. Ладно, попробуем более художественно его изобразить. Блин, где я его рисую-то? О! Вот здесь он мне уже больше нравится. Пошел третий. Ладно, короля я нарисую, а вот эту вот штуку... Эта штука тоже сложная, и она у нас используется. Для нее я, пожалуй, выберу зеленый цвет. Не помню, она используется у меня здесь, или она используется у меня в другом прохождении, ну, с которого я начинал. А, король у меня-то уже был, значит, мне здесь надо просто рисовать... Слушайте, я не могу ее рисовать. А, это та штука, которая на самом начале игры за веревочки дергает и удерживает их. Капканчик тот. Ну, ладно. Пускай она будет как-нибудь вот так, и четыре ножки. Мне жаль, это существо. Вот здесь глазик еще дорисовать. Нет, пускай без глазика, а. Ему так будет лучше. Че у нас тут? Деревья. Деревья. А, деревья, деревья черным рисовать. Деревья. Схематически изображаем, как три сосиски. Кстати, здесь я не дорисовал им сосисочную часть. Как тебя назвать? Я даже не представляю, кто ты. Ладно, ты ящик с кружочком. Главное не перепутать и не дорисовать себе корону. Пускай у тебя не будет короны, ты будешь с тремя волосами. О, снова Вилли. Вилли то, что надо. Ну, я думаю, да, два ряда мы зарисовали, и все-таки, чтобы не тратить всю серию по времени на эту зарисовку, я от вас покину и дорисую все это к самому концу. Ну, в смысле, когда дорисую, тогда и вернусь. Тем более, что я, по-моему, нарисовал, попробовал нарисовать. Да огурец, не будь таким большим. И таким квадратным тоже не будь. Ой, два уха. Ну, и я к вам сейчас вернусь, когда зарисую всю картину. Естественно, я представлю вашему... Вашему скромному взгляду. Я снова с вами, и вот оно, мое скромное произведение искусства. Если получится, сейчас увидите его в клееном и в нормальном размере, но если нет, то, значит, хотя бы вот так. Слушайте, я всячески пытался изобразить Ктулху хоть раз нормально, но он у меня каждый раз какой-то очень странный. Здесь он в одну сторону смотрит, здесь в другую. Здесь вообще не пойми что. Ой, не получаются у меня усы. Меня, кстати, очень смущает, что вот этих... Ммм, капканов всего два. Но я знаю, для чего они. И давайте все-таки соберем эту картину, как положено. Так, сейчас я это как-нибудь сделаю, чтобы одновременно видеть и это, и это. Да черт, не получается. Ну ладно, пускай так. Что-то я хотел сказать, забыл, что-то меня бесило. А, я совершенно случайно, пока делал, случайно сдвинул границы снимаемого окна, может быть у вас чуть-чуть изменилось изображение, но я надеюсь, это не страшно. Итак, делаем все по порядку. Деревья. Деревь... Э, подожди. Сейчас я посмотрю сразу, деревья здесь. Так, деревья. Деревья. Я просто попробую все сразу собирать. Так, второй и третий с конца в этом ряду. Второй и третий с конца в этом ряду деревья. Ну я думаю, что это деревья, хотя это одновременно могут быть и воздушные шарики, и, как я уже сказал, какие-то сосиски, и вверх камышей, и что угодно. Ммм, еще деревья у меня есть. Разобрать бы, разобрать бы, что я нарисую. А, во, вот здесь вот, еще в самом низу два дерева есть. Вот здесь вот, и вот здесь вот. И, по-моему, это все деревья. Так, соберем Вилли, его довольно мало. Да, это все-таки Вилли, я помню, как он в этой видео вставке говорит «Привет, я Вилли Баранкин». Мы это еще увидим. Так, сюда. Он синий, его легко найти. А, четвертый ряд, второй с краю. А, четвертый ряд, второй с краю. Здесь он был. Главное не ошибиться. И нижний ряд, четвертый справа. Нижний ряд, четвертый справа. Вот он. Я, кстати, не знаю, нужно ли это все делать. Может быть, это именно, чтобы просто открыть целиком картину, и чтобы можно было потом это запомнить. По-моему, мне же просто нужно количество... Да, я открываю секрет. Мне нужно просто количество тех символов на этой картинке, которые мне нужны. Я хочу сделать до конца, чтобы все-таки это было. Так, теперь самое страшное, вот этот зубастый мех. Зубастый мех был вот здесь вот. Его, кстати, очень сложно опознать в том, что я нарисовал. Потому что он одновременно похож на все. Так, здесь зубастого меха нет. По-моему, он в крайнем ряду самый... Нет, в предпоследнем ряду самый последний. И еще... А нет, его больше нигде нету. Теперь мой любимый череп. Чё? Ладно В общем, я набираю всё это за кадром Чё-то я не понял Признаться Пропустил, что ли? Вот, по-моему, этот я не ввёл Ладно, короче, сейчас за кадром снова И вновь я тут Вроде этот нервный процесс у меня более-менее закончился Осталось заполнить две ячейки вот этими квадратиками со щупальцами А вообще, пока я смотрел, единственное, что я понял Что вот это-то не бронзбойт с короной Это, скорее всего, как раз наш главный отрицательный персонаж А второе, что... Да, тут почему-то возле Вилли ещё точечка на каждом месте Я сначала подумал, что, может быть, там по несколько точечек рядом с ним в разных местах Но нет, оно одинаковое Вообще, пока я всё это составлял Пытался найти какой-то глубокий смысл во всём этом Что вот здесь, например, этот смотрит на короля Хотя король на него не смотрит Здесь этот мех зажат между двумя ктулху Ну, естественно, ничего такого нет, наверное Так что добиваем и смотрим, вообще, нужно мне это или нет Сюда и сюда Ура! Загадка решена Ну, рисунок у меня так или иначе сохранён Я могу отсюда выйти, просто мне интересно, это у меня останется Заполненным или нет Смогу я это смотреть по ходу действия? Да, е! Вот так бы сразу, а? Кстати, по-моему, в этом Наверхуде есть какие-то консольные команды Которые позволяют эти загадки решать Ну, как-то для разработчиков сами они для себя делали Но я как-то даже не знаю, как они делаются И я всё делал честно, поэтому Чего? У меня сейчас, наверное, задача Я даже не знаю, в чём моя задача Всё-таки засосать этот Проектор Или пойти сразу к Мишке Я думаю, чум бы нет Ну давайте засосём Его же можно засосать Потому что вдруг Мишка потом у меня окажется в каком-нибудь месте Где прямо Прямо этот проектор ему сильно поможет Тем более я вроде как вклеил эту картинку Если не вклеил, то Вы её можете сами рассмотреть Хотя я, кстати, не знаю Принтскрин на Windows 7 снимает снимок экрана с Ютуба или нет? Там же принтскрины как-то очень странно вели себя с видео На моём-то плеере, естественно, есть Просто кнопка «Сохранить» Ну, на видеоплеере обычно Кстати, а я пробовал этот Проектор отправить туда, к этой картинке Может быть, это мне ещё чем-нибудь поможет, а? Я, конечно, очень сомневаюсь Но в этой жизни надо попробовать всё В том числе и отправить проектор к картинке Но я думаю, это ничем мне не поможет Это было бы интересно, если бы это как-то на что-то влияло Вот я её догнал до последней точки Ну нет, он на рычаг не нажимает Отправляет его просто обратно Так что засасываем И сейчас пойдём искать Как мне добираться до робота Причём добираться до робота я, по-моему, буду довольно долго Не очень мучительно Я даже не знаю, может быть, это вырезать и просто до туда вернуться Но было бы интересно побегать Просто давно я не рассказывал вам какую-нибудь отсебятины Но с другой стороны, что-то и отсебятины никакой нету В Петербурге сегодня кайт очень Непонятная погода Наступили дожди И, в принципе, мне такая погода даже больше нравится Почему-то Ну, по крайней мере, сейчас я снова сижу с закрытыми окнами Я всегда с закрытыми окнами записываюсь Потому что живу на первом этаже И не хочу орать на всю квартиру Больше, чтобы звуки из-под моего первого этажа раздавались в записи У меня тут район крайний Ну, блин, крайнего севера Не, просто крайний Но компании ходят странные Иногда довольно пьяные Иногда разговаривают о чём-то Не пойми, каком Не хочу, кстати, сглазить Почему-то у меня было очень... Да, сюда, по-моему Я жаловался вам в прошлые лета Что у меня пьяные школьники Часто собирались под окном И разговаривали так, что вообще невозможно Было жить с открытым окном Даже слушая музыку Всё равно они перекрикивали всё А в этом году чё-то пока не было Может быть, я в этом году очень много работаю И не замечаю просто, когда это происходит днём Но, слава богу, тихо-тихо пока не было И соседи мои, которые поют сверху тоже То ли в отпуск уехали, то ли наконец-то ремонт сделали Но вроде уже недели три я их не слышал Чёрт, в каком же мире этот робот там? Не помню К сожалению, не помню Я помню, что не в гвозде, а в любом другом он может быть Так что попробуем путешествовать в разные места Я, наверное, узнаю этот мир А, ну да, это точно не то Даже фотографировать я это не буду По-моему, я уже настроил всё Это, по-моему, мир, в котором у нас был самый первый С загогулиной А может быть и нет А, ну да, это мир, где Это обсерватория Наверное, значит, тоже не сюда Сюда, что ли? Ну, был бы робот нарисован, я бы хотя бы понял Нет, отсюда я приехал Чёрт А, на последний раз, если не получается, то ищу Сюда я, по-моему, ещё не летал Мне просто этого робота напоминает тот квадрат с кохолком А, по-моему, и не здесь Хм, сейчас по ассоциациям попробую вспомнить, где он может быть А может всё-таки здесь? По-моему, здесь, нет? Вот сейчас я поверну Я помню, даже поворачивать из начала надо направо Где-то справа он должен оказаться По-моему, сейчас По-моему, сейчас будут эти крики Клейман, I'm here Да Кстати, странно, я всё время думал, что слово here правильно читать Here, а то он говорит Клейман, I'm here Here, то есть на R заканчивается Клейман, I'm here Ну, ладно, будем изучать английский вместе И сюда вводить Какие у меня тут знаки-то, кстати Да, у меня тут всё-таки вилли, вот эта вот штуковина Кстати, правильно выставил их Две было на карте И две же я и выставил Не знаю почему Вилли точно было больше Так, смотрим, сколько вилли у нас Раз, два, три, четыре По-моему, его четыре А это штуки точно две Так, четыре, два, три, четыре А королей у нас было много Раз король, два король, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Я искренне не помню его имени Возможно, его тут действительно зовут Туборк Но может и нет Как говорил про Туборк, за поскольку я его насчитал Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Тут вообще есть число восемь, интересно Должно быть Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Квадратик И пробуем Да, снова получается Ну, видимо, теперь у меня остается только застрелить этого робота из пушки и все, да Как-то даже это несколько неинтересно Потому что мне кажется, что это конец игры Я его мог, конечно, затянуть и снять последнюю серию в самом конце Но зачем мне это делать, с другой стороны Я все-таки хочу это сделать прямо сейчас Правда, я опять же не знаю, стоит ли мне Хм, я же не нашел еще два диска Это несколько странно Короче говоря, сейчас я сохранюсь Возле пушки Попробую выстрелить Если внезапная игра закончится А окажется, что я еще не посмотрел эту историю целиком То, значит, будем делать все как-то по-другому По-моему, мне сюда, что ли? Да ладно, не будем мучиться Вырезаю, пока не дойду докуда надо Тем более прилетел опять не туда О, кстати, я совершенно случайно здесь оказался И понял Вот то, что я за мех принимал Это вот это вот существо Из зала Со статуями Здесь они, похоже, все представлены Кто там должен быть практически Но я по-прежнему не понимаю, кто это Мне это все-таки напоминает просто какую-то овечку А на самом деле я сюда зашел Потому что мне кажется, что где-то я все-таки забыл два диска Что они не могут появиться там Где-то в самом конце, и что просто я их протерял где-то здесь Думал, может, они в этих рядах лежат Вот этого, кстати, по-моему, не было там Или это так у меня нарисован этот вилли Но это же явно не круг наверху Это квадрат Кстати, я не смотрел все эти Так, здесь я уже был В широкий? Да, блин Не, не в широкий, вот сюда вот Хочу изучить все Ну да, это король Ничего с ним я, скорее всего, сделать не могу А, я не хочу лезть Я не хочу лезть, я хочу просто все осмотреть Надо бы сюда еще потыркаться, на самом деле А то вдруг здесь какие-нибудь секреты есть вон Ой, у него целых три соска Ну да, это, видимо, все-таки он Тоже с короной Наш главный антигерой А, нет, король вот А это тогда... Кстати, странно, я вот в эту нишу не могу и за лестницу смотреть Очень не важен, слезь Слезь, глинка Не раздражай меня Это вообще кто-то не сильно ясный С бровишками Ну да, это какое-то существо, которое напоминает мне Очень грустного оленя С тремя ногами и одним хвостом Сюда я еще, наверное, тоже не смотрел Нет, сюда я как раз смотрел Здесь я не мог не смотреть, потому что здесь был секрет Если кому лень пересматривать серию, он случайно оказался здесь То вот секрет здесь Сюда Ага Это недолепленный, что ли, наш главный антигерой Тоже с короной, но Странно, а может быть это... Может быть здесь представлено то, как они сначала слепили своих героев Типа Сами авторы игры Вполне возможно такой зал славы А может быть я, конечно, и дико ошибаюсь Так, посмотреть еще раз на овечку у меня, похоже, не получается Ладно, идем, короче, дальше к пушке О, мы, кстати, зря сюда пошел Можно здесь спускаться более быстро Сейчас снова встретимся у пушки Я пришел к пушке И, наверное, будем пытаться делать Нашу основную задачу Мне даже интересно, как это будет выглядеть Как это отрисовано Потому что Такие прямо трансформеры, можно считать Ой, не дай бог, конечно Но я имею в виду фильмы Майкла Бэя Трансформеры из детства были лучше Так, куда мне... Как мне подниматься-то, я забыл Да, настраиваемся по вертикалям Настроились По горизонтали Настроились Ага, и он даже здесь виден Тесно, я думал, он ему будет целиться в голову Но он целится ему, похоже, в сердце Но неважно О, Мишка тут болтается Я надеюсь, мы его все-таки спасем в конце или нет Ну, так или иначе Бабах Почти бультых, только бабах Все-таки в голову Блин, мне его реально даже жалко А можно еще раз бабахнуть? Так, просто на всякий случай Да, все-таки отрисовали еще одну картинку с пустым промахом Так, да, к сожалению, выйти отсюда просто так нельзя Надо спускаться снова по горизонтали и по вертикали Кстати, почему-то он хочет сначала именно так, а потом именно так Ну, неважно Мне все интересно по мишке попасть Эй, я не хотел сюда Как мне отсюда выйти? Может, мне по центру надо? Черт, ну здесь-то запороться я точно не должен Или я просто не туда выйти пытаюсь А-а-а Видно, я просто очень много растыркался Да Все, он отошел Он спускается Ну и встретимся на подходе к роботу А может быть, кстати Да не может быть, чтобы робот был Окончанием этой игры Должно же что-то еще произойти все-таки Хм Или все-таки нет Но тем не менее, все-таки до робота я сейчас дойду А там уже будет видно, что к чему Кстати, я вот тут вот еще ходил И только сейчас обратил внимание Что если посмотреть вот в это окошко Ну вот, вот здесь вот это окошко То тут, в принципе, есть подсказка Что как надо ехать по лабиринту Чтобы найти радио Но единственное, меня несколько не устраивает то Что чтобы увидеть эту подсказку Нужно уже пройти радио Потому что мы в этот зал попадаем именно Решив загадку с радио Как вы видите Интересно, это такой легкий троллинг Или это они чего-то не додумали Или еще что-то Но, не важно Еще вот меня дико напрягает один момент Вот посмотрите Вот в синем дереве, в сиреневом Есть щель, дырочка Проход Но пройти к нему нельзя никаким образом Это меня раздражает Ну ладно Все-таки уйму времени занимает Передвижение по этому миру Я, по-моему, минут, ну не 10 Но минут 7 точно Возвращался обратно Тем более пришлось опять вспоминать Сколько жидкости надо наливать Чтобы уменьшиться, увеличиться Я, кстати, вспомнил, что там Почти полная красная И по одной других Но у вас-то наверняка будет по-другому Просто Еще раз учитывайте Что то, что вы смотрите летсплеи Никак не помогает вам в решении Таких мини-загадок Они каждый раз генерируются Несколько по... О! Хорошо, что начал заранее снимать Это что, будет новая локация даже? Злой, добрый Ну, дал бы мне решить Теперь у нас будет добрый робот Но со слегка снесенной крышей Я думал, он возьмет эту корону И оденет на себя Мишку спасли все-таки Классно Черт, это такая милота Ха-ха-ха Помогите! 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 Пом Субтитры сделал DimaTorzok У меня нет слов Выпустите меня! Наконец! Наконец! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я даже не знаю, стоит все-таки здесь что-нибудь говорить или нет Потому что, опять же, я опасаюсь авторских прав, но не хочется это прерывать никак Сколько они времени потратили все это снять, вот этот мильчик в конце Никак не думал, что в конце Новорхуда будет такая огромная вставка Ну, ё-моё! По-моему, у робота появилась еще одна рука откуда-то Ну, да, но Lieutenant VñoTorzok Не знаю, что это ночь! В общем, интересно, этот робот же, он все-таки не пластилиновый явно, но, по-моему, он и не нарисованный. Он наверняка просто собран из каких-то запчастей. Ну, когда снимался этот ролик. Клейман понял, что пора спасаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА